Привет, как дела? Сегодня ровно 5 лет, как не стало моего брата. И сегодня я расскажу о том, как мы с мамой пережили этот момент. 7 июня 2016 года раздался звонок, я взяла трубку. Мне звонит соседка, она была литовка, жила вместе с мужем рядом, дверь в дверь с моим братом. И мы часто пересекались, когда я приезжала к нему, и общались. Они очень увлекались садоводством, я также помогала брату с садом. И так вот мы задружились, обменялись на всякий случай телефонами и периодически общались. И вот она мне звонит и говорит, что в доме брата была полиция, и кажется, что-то случилось с ним. И спросила, можно ли ей дать полиции мой номер телефона. Я сказала, конечно же, можно, и стала переживать, что же произошло и что случилось. Буквально через несколько минут мне перезвонила полиция и сказала, что они завтра ко мне придут. Записала мой адрес. Я на тот момент уже жила в английской семье с папой и двумя детьми. Помогала им по дому и была няней. И вот утром на следующий день ко мне пришло два полицейских и сказали, что тело моего брата нашли в реке. Я, конечно, расплакалась и уже подозревала это, потому что в конце мая, в начале июня я ему звонила, но никак не могла дозвониться. Мы с ним очень редко общались по телефону и встречались только, когда приезжала ко мне мама. У нас были с ним такие партнерско-деловые отношения. То есть, если ему нужна была моя помощь, я ему помогала, как физически, так и финансово. И также и он мне помогал, если я нуждалась в помощи. И вот так получилось, что мне объявили, что мой брат погиб, что его тело нашли в реке, там, где он любил гулять по каналу, недалеко от Олимпийского парка, 1 июня. И эту дату и поставили даты его смерти. А уж какого числа он погиб и от чего, так и осталось для нас загадкой. Я спросила, надо ли ехать на опознание и можно ли как-то обойти этот момент, потому что я просто психологически не могла увидеть тело брата. И они сказали, что нет, не надо. Вместе с ним был его кошелек, там лежал ID, там лежали его кредитные карты, телефон. И также они проверили его отпечатки пальцев. Если кто не знает, для британской визы с тебя снимают биометрию, зрачки глаз и отпечатки пальцев. Поэтому идентифицировать тело мне не пришлось. И то, что это был он, они подтвердили при помощи отпечатков пальцев. Потом полицейский мне объяснил, что будет вестись расследование, так как неизвестно при каких обстоятельствах и почему он умер. И что со мной в ближайшее время свяжется по телефону коронер и мне надо будет к нему приехать. Я на тот момент вообще не поняла, кто такой коронер. У меня в голове была просто каша. Коронер это судмедэксперт, который будет вести расследование причины смерти моего брата. И сказал, нужно ли мне переводчика для того, чтобы поговорить с коронером. Я говорю, да, нужно, потому что мой английский не такой хороший. И слов на тему смерти, расследования, преступления и всего такого я не очень-то хорошо и знала. Я даже не знала, кто такой коронер, как вообще по-английски судмедэксперт. Оказывается, это и есть коронер. Да, я попросила переводчика, но женщина-коронер, которая мне звонила, говорила по-английски. Я в принципе все понимала. Потом включался русский переводчик, подключался к нашему разговору, все это мне переводил. И я уже под конец сказала, извините, мне, наверное, переводчик не нужен. Я в принципе все понимаю, просто я думала, будут какие-то специфические слова, которые я не смогу понять. Но в принципе мне все было понятно. Но она сказала, хорошо, тогда пообщайтесь между собой на английском. И если вдруг какая-то помощь, если какое-то слово не поймете, вы меня спросите. То есть мы втроем так вот общались по телефону. А потом уже я поехала к коронеру, но это было чуть попозже. Самой главной и страшной задачей для меня было, как сообщить о смерти брата маме. Она очень боялась за нас, отпуская нас в чужую страну на постоянное проживание. И так как она была дома одна, с отцом они развелись, когда мне было еще 10 лет, она, конечно же, за нас, за всех тряслась. Поэтому в принципе часто и приезжала к нам в гости, чтобы нас навестить и посмотреть, как мы живем. И вот когда случилось такое горе, я просто даже не знала, что ей сказать и как ей сообщить об этом. Я целый день ходила и не знала, как же сообщить маме. Я тогда уже закончила второй курс своего обучения. Это уже было лето, у меня были каникулы. Но я попыталась найти какую-то поддержку в студенческом центре, потому что всегда нам говорили, если у вас какие-то проблемы, приходите в студенческий центр, мы вам поможем. Ну, конечно, никто там мне психологической помощи не оказал. Посоветовали обратиться к врачу или просто попить какие-то успокаивающие таблетки, на чем я, в принципе, и сидела все последующие дни. Но это не помогло. Задачу надо было как-то решать. Я поняла, что если я сама ей позвоню напрямую и ошарашу такой новостью, при ее постоянно высоком давлении, ее, конечно, может схватить инфаркт или инсульт или еще что-то, а меня нет рядом, чтобы ей как-то помочь. И в итоге я решила позвонить моему дяде, ее брату, чтобы он сообщил ей такую новость или просто был рядом с ней в тот момент, когда она будет со мной разговаривать по телефону. В итоге мой дядя подключил второго брата, то есть у мамы есть два брата в Петербурге, которые, в принципе, и приехали ей сообщить вот эту вот новость, после чего я сразу же ей позвонила и подтвердила, что да, такая ситуация произошла и что ей надо немедленно вылетать в Лондон. На тот момент мы маме уже запланировали поездку в августе, то есть она должна была прилететь с 1 августа по 5 сентября и жить у нас, ну как бы то у меня, то у брата на двоих целый месяц. Но так получилось, что мне пришлось купить ей билет в экстренном порядке через Париж. Она никогда не летала на перекладных, у нее всегда были прямые рейсы, но в таком шоковом состоянии она, в принципе, сама одна через Париж, через совсем другую страну, в которую она никогда не была, прилетела и оставила со своими братьями наших двоих собак дома. Поначалу, конечно, братья согласились посидеть с собаками недельку-две, но так получилось, что мы не знали, сколько продлится расследование и вообще, как дальше быть и что делать. Мы были в постоянном напряжении, в постоянном неведении, в постоянной какой-то прострации и каждый день ждали, что вот-вот нам выдадут тело и мы уже поедем хоронить. Но все расследование продлилось аж целых 2,5 месяца, и поэтому все 2,5 месяца мама была дома. И на основании этого мы, конечно же, рассорились со своими родственниками. Они сказали, что мы не обязаны сидеть с вашими собаками. Такое большое количество времени, у нас есть свои планы, я, конечно, это все понимаю, но в такой ситуации это было очень некрасиво так поступить. Мне пришлось подключить девочек, подружек, с которыми я работала еще в Петербурге в отеле, и они просидели практически 2 месяца с нашими собаками у нас дома. А с родственниками мы до сих пор не общаемся. Они же еще так эту всю ситуацию представили, что мы оказались сами во всем виноваты. Ну, бог им судья, как говорится. Кроме того, как-то очень резко и все друзья от нас отвернулись, типа разбирайтесь там сами со своим несчастьем, мы вас не трогаем. Хотя на тот момент мы очень нуждались в какой-либо поддержке со стороны. Я, конечно, понимаю, что людям тяжело общаться с людьми, у которых случилось горе, но как-то друзей и тем более родственников надо поддерживать в такую трудную минуту. Я это все запомнила, и потом, когда у моей подруги Юлии, о которой я рассказывала, тоже погиб муж, я ей старалась и психологически помогать, постоянно была на связи, и также потом рассказывала все шаги и действия, которые мне пришлось предпринимать в Лондоне, так как у них была тоже недвижимость в Лондоне и очень много дел, схожих с моими, я старалась помочь ей настолько, насколько могла. И была счастлива, что я хоть чем-то смогла ей помочь. Ну, вот так получилось. Ни родственники, ни друзья нас не поддержали, зато абсолютно незнакомые и чужие люди проявили соучастие и оказали нам как моральную, так и небольшую финансовую поддержку. Моя семья, где я выгуливала собак, даже подписала открытку с сочувствием, вложили туда 50 фунтов и сказали, что если мы будем нуждаться в какой-то финансовой, юридической или какой-то поддержке, всегда они будут рады помочь, всегда я могу обращаться к ним за помощью, за советом. А также моя хозяйка даже вспомнила русский язык, она когда-то жила в России полгода, и сказала, «Я понимаю, у тебя душа болит». Это было так приятно, если честно. Вот просто ласковое слово вот в тот момент, которое было необходимо от людей, которые должны были тебя поддержать, было сказано чужим человеком. Кроме того, семья, в которой я на тот момент работала, папа с двумя детьми, приняла мою маму, и целых два с половиной месяца она могла жить у них в доме. Я, конечно, понимаю, какой это был напряг для их семьи. В принципе, она жила в моей комнате и старалась им не мешать, не выходить в дом. Но всё равно, когда чужой человек живёт у тебя в доме, это большой напряг, тем более такой большой период времени. Но, тем не менее, даже до сих пор та семья вспоминает и передаёт ей приветы, потому что знает, как это тяжело потерять близкого человека, так как у них три года назад на тот момент умерла мама и жена от рака. И, конечно, эта семья тоже нуждалась всегда в поддержке. И я, насколько могла, поддерживала детей. Поэтому та семья, нашу семью абсолютно поняла и поддержала. Ну и помимо этого, братовые друзья мне позвонили, сказали, что если нужна какая-то помощь, ты звони. Но я даже не знала, какая мне помощь нужна будет, и как звонить, что просить и так далее. А тем временем моя одноклассница из Венгрии, узнав, что у меня случилось такое горе, предложила свою помощь, поддержку, сказала, звони, что нужно, чем могу, помогу. Я сказала, я не знаю, чем ты можешь мне помочь. Она мне предложила, давай я обзвоню похоронное бюро, узнаю, сколько стоит и как провести похороны. У меня просто было такое обессильное состояние, я даже не знала, с чего начать. Ну, о нашем с мамой и здоровье, и о тех делах, которые были связаны с гибелью моего брата, я буду рассказывать в других роликах. Очень тяжелый период мы тогда испытывали. Когда прилетела мама, мы с ней вместе поехали к Коронеру в район Лайнхауса. В принципе, Коронер относится к тому месту, где было найдено тело моего брата, и именно он и вел расследование, которое завершилось аж 5 октября следственным судом. Но обо всем об этом я буду позже рассказывать. И Коронер нам сказал, что они не выдадут тело моего брата, пока не выяснят обстоятельства и причины его смерти, чуть ли не там не вскрытие будут проводить, и в общем полностью все обследовать. И мы все это время должны ждать, пока нам не выдадут тело для того, чтобы его захоронить. А какое время понадобится, никто тогда не знал. И тогда мне вообще очень сложно было разговаривать на все эти темы. Я мало того, что никогда в жизни никого не хоронировала, не организовывала похороны, меня всегда мама ограждала от этого. И на бабушкины, и на дедушкины похороны она ездила одна. Так еще и все это, все эти обстоятельства, все эти обязательства легли на мои плечи, на английском языке, в чужой стране, и хоронить своего брата. Это было очень тяжело для меня. И еще и представляя, на какие деньги мы можем попасть. А денег у меня не было, я была обычным студентом, уже оплатила свой следующий курс, и практически была на нуле. А похороны в Англии, я могу себе представить, сколько это стоит, и у меня уже просто была абсолютная паника. Я вот так вот просто ходила, всяк в напряжении. И проблемы с домом брата, с арендаторами, со всем, со всем, со всем, со всеми его бумагами, со всеми его банковскими счетами, и кредитами, и долгами. Я пыталась разобраться. Тоже постепенно обо всем об этом буду рассказывать, как и что, и как вообще в таких случаях поступать. Это было очень тяжело для меня, но постепенно я выписывала себе пункты, что мне надо сделать, и каждый день пыталась вычеркнуть по максимуму, что я уже сделала. Конечно, через всю эту английскую бюрократию приходилось делать очень долго. Каждое дело занимало чуть ли не месяцы. Вот так же и расследование длилось целых 2,5 месяца, пока нам не выдали тело. А что делать с телом, и как вообще дальше нам быть, мы пошли просить помощи в посольстве, хотя бы узнать информацию, потому что даже нету какого-то такого центра русского, который бы нам помог и направил, и рассказал алгоритм действий. Именно вот поэтому я и рассказываю в данном ролике и в последующих, что делать людям, если у вас вдруг, нечаянно погиб родственник в Англии. Посольство нам сказало, мы ничем вам помочь не можем, в расследование российского гражданина мы не вмешиваемся, если вам надо будет перевести тело, мы вам выдадим бумагу, а так сдайте только его паспорт и свободны. Как бы никакой абсолютно помощи мы не получили ни от кого, кроме англичан. Именно коронер и патологоанатом нам помогли организовать похороны и провести это все на высшем уровне. Но обо всем об этом я тоже буду позже рассказывать. А так вот такая вот случилась у нас трагедия, беда, и никто не помог, кроме абсолютно чужих людей. Похороны состоялись 16 августа, следовательный суд прошел 5 октября. Всем этим приходилось заниматься только мне. И как это все было, я буду рассказывать позже. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok